Добрый день, Павел Николаевич. Вы только что вернулись с поездки, встречались с жителями, насколько я видел это в интернете, Мариэллы и были в Йошкар-Оле. Что там, как там люди живут и что их беспокоит? Какие вопросы вам задавали? Ну, действительно, есть программа, есть план работы КПРФ по выезду в регионы, таких вот знаковых людей, как я, и поэтому мы в этом плане участвуем. В субботу-воскресенье, да, действительно, сначала я был в Мариэл, сначала в Звениговском, это такое хозяйство Мариэлл, одно из крупнейших, как раз одно из лучших в списке народных предприятий Ивана Ивановича Замкова. А потом уже в Йошкар-Оле мы там очень много, к сожалению, нам власть не дала места для встречи с избирателями, хотя там, в общем-то, действующий депутат Государственной Думы Сергей Иванович Казанков, сын Ивана Ивановича, и всем отказали почему-то сразу, все дворцы культуры, которые могли предоставить помещение, оказались, скажем так, заняты ремонтом. В общем, это случилось мгновенно. Сначала разрешали, а потом взяли и запретили. Это нас не остановило, мы ходили по городу, и вообще там очень удивительно, такие добрые, благожелательные люди, телевизор, но никаких, скажем так, отрицательных эмоций мы не испытывали, потому что они все прекрасно понимают, что это борьба политическая, что она, к сожалению, не всегда ведется честными, чистыми методами. А людей больше всего интересует не, скажем так, не жизнь там столицы или внешние какие-то проблемы, которые испытывает наша страна, а именно как они живут. И если говорить вот о встрече на поле с трактористами, с комбайнерами, с помощниками комбайнеров, то вот как раз там-то и есть вот эта вот золотая молодежь, потому что ребята очень интересные. Они начинают работать в 7 утра, работают до 8 вечера, убирают сейчас зерновые, горох. Они такие, ну, такие светлые. И помощник комбайнеров, они, как правило, либо начальный курс техникума, либо школьники. Вы там, Павел Николаевич, насколько видно по кадрам, даже немножечко на кухне поработали, да? Порщ разливали? Нет, нет, нет. Просто мы приехали как раз в тот момент, когда полевая кухня приехала и когда их кормили обедом. Вот. И поскольку там все бесплатно, кормление обедом трактористам, они тоже пригласили нас поесть. Действительно очень вкусно. Мы потом вечером уже были в ресторане, принимали марийскую кухню, нам презентовали. Но на самом деле самое вкусное – это обед в поле. Причем я там был в составе группы кандидатов в депутаты. Не все деревенские, некоторые городские, но они так за обе щеки уплетали солянку, потом там очень вкусное второе, я даже не знаю, как это назвать. У Ивана Ивановича же свое мясное производство, крупнейший в той отрасли, крупнейший мясокомбинат, сосиски. Вы не представляете, как вкусноты натуральную. В общем, кормят комбайнеров, людей, которые работают в поле, конечно, шикарно. А колбасы-то Заветы Сталина, это же Зениговский выпускает, да? Да-да-да. Ну, слушайте, какая сухая колбаса, когда идет полевая работа. Это уже сервелаты для других целей, а не для праздничных столов. В этот момент куски мяса, которые вот там были во втором, и сортельки, которые такие вкусные, это как раз для тех, кто работает в инкенсии. Ну, и потом поговорили о видах на урожай. Понятно, что все мы испытываем трудности. У Павла же это в этом году засуха, причем такая серьезная. Ничего они не сдаются. Значит, где-то 24 центня раз в гектар будет ячменя у них. С горохом, конечно, проблемы, но они все равно, наверное, заготовить, представьте, у них 53 тысячи гектаров. Нужно заготовить, там только крупного рогатого скота больше 60 тысяч. В свиней там вообще больше 100 тысяч голов. Ну, и мы, в общем-то, все это увидели, в поле поработали, побывали. А потом поехали в Ешкаралу, и там вот, поскольку нам не дали места для встречи, мы ходили по городу. Позлагали цветы к памятнику Ленина, к памятнику воинам, защищающим нашу страну. Павел Иванович, на одной из фотографий вы в каком-то национальном наряде. Что такое? Как это произошло? Вы, похоже, были на Леонида Якубовича такого, знаете, которого все пытаются накормить и нарядить. Во-первых, это гостеприимство, но это уже другой день. На следующий день, в воскресенье, мы переехали в Чебоксары. А это уже Чувашская Народная Республика, ну или как АССР, мне нравится, не знаю. И Чуваши, да, это их национальный костюм. Вот эти две девушки, которые как-то напоминают птиц таких красивых, наверное, такие рукава, и они так красиво танцуют. Ну, и меня обредили в наряды. Вообще, если честно, еще в президентскую кампанию я понял, что это такой ритуал. Приезжаешь в Якутию, тебя, или в Бурятию, тебя одевают в национальный костюм. Приезжаешь на Кавказ, тебя обязательно в бурку, шашку, папаху, тебя сразу в казаки принимают. И у меня таких нарядов достаточно много. Ты же не можешь отказаться. Хлеб, соль, ну, как положено в нормальном российском регионе, где тебя уважают, любят, это очень приятно. И там же была потом встреча. Надо отдать должное, вот в Чувашии власти не запретили встречу, и поэтому мы встречались в Дворце, в Ледовом дворце, очень красивое сооружение. Там больше 400 наших сторонников, просто людей, которые активны. Мы там вместе с Сергеем Ивановичем Казанковым и Ириной Филатовой, она тоже кандидат в депутаты по Чувашской республике. Мы там проводили совместные мероприятия, отвечали на вопросы, рассказывали, как мы планируем жизнь после выборов. В общем, все, что должны делать кандидаты в депутаты, все мы делаем. Тоже очень позитивные люди, очень веселые. Я там нафотографировался, я, по-моему, за последние только три года, когда пристал кандидатом президента, все равно ко мне подходит фотографироваться. Причем это не только на этих встречах, на улице. Мы потом поехали, там очень проблемная территория, рядом с чебоксарами. Там кто-то решил, что нужно построить не один, а шесть асфальтно-бетонных заводов без разрешения, без всяких согласований, без экологической экспертизы. А жители окрестных деревень, населенных пунктов, они, конечно, против. Причем их никто не спрашивает, просто явочным порядком берут и плюхают один за другим асфальтно-бетонные заводы без всяких санитарно-защитных заводов. Но это повсеместно общая проблема, когда местные власти, состоящие из единороссов, не слушают людей и делают так, как они дыхают. Ну, мы там, конечно, представителями КПРФ в парламенте Чувашии тоже. Туда приехали депутаты местные тоже в КПРФ. Ну, и мы пытались каким-то образом выработать программу общих действий. Кто кому пишет, вот Сергей Иванович Казанков, поскольку он действующий депутат, депутат, он будет писать в генпрокуратуру, потому что у нас, к сожалению, иногда только через верх можно добиться какой-то справедливости на местах. Есть такие люди заинтересованные, которые живут историей своего края, своего города, они любят, они все знают. Меня привели в церковь и в дом, где жила Екатерина, когда приезжала в Поположье. Мне показывали, там туннели специально были созданы, в общем, времена захвата. И там из монастыря люди переходили к воде. Там же очень много старых церквей, хотя, конечно, там много и затоплено было в момент, когда строили плотину, дамбу, и Гресс там начала работать. Но все равно очень много интересного. Мы были в том месте, где родился Чапаев. Я даже представить себе не могу, что, оказывается, Чапаев – это Чувашка, и он в Чебоксахах родился, ну, то есть в деревне, которая сейчас уже на месте нее появилась в Чебоксахах. Поэтому очень много интересного. И главное, что самое интересное – это люди. Знаете, вот Чуваши очень удивительные. Они такие добрые, размеренные. Вот если в Москве все бегают, суетятся, друг другу в глаза не смотрят, то там открытые лица, открытые взгляды, очень интересное, очень интеллектуальное общество. Такое очень неравнодушное, кстати. Павел Николаевич, ну вот я видел на кадрах, как женщина вас просит что-то сделать с пенсионным возрастом. Вы ей что-то отвечаете? У меня, знаете, такой вопрос. У меня о наболевшем, о пенсионной рекорде. Уже ничего никак нельзя поднять? Вопрос. Я уже латная. Как только большинство в Думе будет, в КПРФ сразу будет отмена пенсионной рекорды. Уже все поняли, что она ничего, кроме проблем, народу не принесла. Ни народу, ни в статей бюджет. Это были своего рода ошибки, которые, к сожалению, власть не хочет признавать. Но лучше сразу исправить ситуацию, чем довести ее до абсурда. Сейчас ситуация доведена. Кстати, вот в этих регионах, к сожалению, очень низкий возраст ухода. Мужчины там не доживают до пенсионного возраста. Им тем более странно. Там большие проблемы со здравоохранением. Гораздо хуже здравоохранение, чем в Москве, в крупных городах. И мужское население просто не доживает до пенсии. А деньги, получается, сгорают. Ну и кому это надо? Поэтому, помимо того, что, конечно, нужно поднимать здравоохранение, об этом мы тоже говорили. И что нужно сделать для того, чтобы здравоохранение было на должном уровне? Мы говорили о том, что нужно отменить пенсионную реформу. Надо изменить вообще подходы. Потому что мы предлагаем совершенно другой принцип пенсионного обеспечения. Люди, которые зарабатывают деньги, должны знать точно, что деньги попадают на их расчетничество. А не какой-то там обезличенный пенсионный фонд, а потом оказывается, что туда их не вытащишь. А если человек умер, то деньги должны по наследству доставаться уже его наследникам. Странная ситуация. Если ты взял кредит, то твои наследники отдадут за тебя кредит банку. То есть они переходят эти требования. Но вот если ты вкладывал деньги в свое пенсионное обеспечение, то вдруг они сгорают в продуктуре. Это абсолютно неправильно и несправедливо. Все это понимают. Но для того, чтобы изменить что-то, нужно пойти на выборы и проголосовать. Мы там тоже говорили, что активные граждане, они, как правило, ходят на выборы. На плохую власть выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Вдруг они не пришли, их голос не учитывается, а еще, не дай бог, как это часто у нас бывает, происходит фальсификация. КПРФ вызывает только позитивные мысли простых граждан, которых мы видим. Наши сторонники, их много, и они есть. Интересно разговаривать с теми, кто еще не определился. После того, как мы встречались вот в этом пригороде Чебоксар с людьми, я понял, что многие просто, ну, не как, некоторые голосуют по привычке. А только начинаешь им разъяснять, что на самом деле произошло со страной из-за вот этого правления Един России, они меняют свое мнение. И потом один мужчина подошел и говорит, после того, как мы с вами поговорили, я точно буду голосовать за ценой. Ну, приятно, когда твои доводы услышаны, и люди становятся сторонниками партии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok